Здоровое подрастающее поколение – один из приоритетов развития подмосковного региона. Поэтому так многое делается для того, чтобы молодежь беспрепятственно могла заниматься спортом. В прошлом году администрацией Ленинского района была запущена муниципальная программа «Школьный двор», которая предусматривает строительство стадионов на территории учебных учреждений. Так, в видном, уже появилось три площадки. Школьные спортивные сооружения находились в достаточно запущенном состоянии. Школа не имеет столько средств, чтобы поддерживать их на хорошем уровне, потому что они требуют больших вложений. Вот в этот стадион 20 миллионов, и это все видно, очень профессионально сделано. Поэтому программа актуальна. Винновский художественно-технический лицей стал первым образовательным учреждением, которое обзавелось своим стадионом. Надо отметить, что он самый большой из всех трех построенных стадионов в городе. Теперь здесь есть возможность проводить различные массовые спортивные мероприятия и турниры. У нас планируется чемпионат между классами, также между родителями классов. Женский футбол. Девочки очень, если раньше они стеснялись, на площадках, на коробках все-таки небольшое стеснение у них есть. То здесь они сами себе предоставлены. У них есть свой кусок поля, на котором они могут потренироваться. Интерес к спорту возрос у учеников гимназии и седьмой школы. Здесь также был построен современный стадион с искусственным покрытием, дорожками для бега, уличными тренажерами и воркаут-площадкой. Созданы все условия для сдачи норм ГТО. Занятия физкультуры стали намного разнообразнее. Рады, потому что появилась такая возможность заниматься спортом на стадионе. Раньше был плохой стадион, а сейчас он новый, хороший, лучший. Покрытие просто суперское. Есть пространство рядом с полем, турники, тренажеры. Очень мне нравится. Когда в школе не так интересно, когда скучно, а на улице свежий воздух, бегаем, прыгаем, все хорошо, и это полезно на самом деле. Программа «Школьный Дуор» была создана не только для улучшения образовательного процесса. В неучебное время стадионами могут пользоваться все желающие. Так, в Расторгуеве, где раньше не было спортивной инфраструктуры, на территории шестой школы появилась площадка, куда с удовольствием ходят местные жители. В первой половине дня школьный стадион обслуживает, скажем так, школьников на уроках физкультуры, какие-то внеклассные мероприятия. А после того, как учебная программа заканчивается, двери гостеприимно открываются для жителей того или иного микрорайона, где располагается эта школа. Поэтому вот такое многообразие задач решает программа «Школьный Двор». В этом году в рамках программы «Школьный Двор» будут построены еще шесть стадионов. На этот раз охватят и другие поселения – Володарская, Молоковская, Булатниковская. Поля появятся и на территории городка Петровская, а также в пятой и девятой школах города Видное. Юлия Погосяна, Евгений Петров, Ирина Кошлева, Видное ТВ.